Как только наступает минусовая температура, смельчаки решают проверить толщину льда. Чаще всего таких проверяльщиков приходится доставать из ледяной воды спасателям. Быть готовым в любую минуту спасать человеческие жизни сотрудникам МЧС помогают регулярные тренировки. Освежить в памяти навыки и обучить новичков собрались поисково-спасательная служба и курсанты колледжа государственной и муниципальной службы. Лето, у нас пляжный сезон, мы на пляже спасаем, там другие условия. Зима, нужно вспомнить, как работать зимой, какие могут быть подводные камни. Где-то по подходу по льду могут провалиться, можешь так же. Поэтому нужно... Опытные спасатели не один раз доставали провалившихся под лед людей, в том числе и в этом сезоне. Они отмечают, что главный враг в этой ситуации – паника. Злую шутку сыграет и холод. Он сковывает движение, поэтому выбираться нужно как можно скорее. Если же, не дай бог, человек все-таки провалился, что основное? Первое – это отбросить панику. Необходимо по возможности снять тяжелые вещи, рюкзаки, сапоги, то, что вас тянет, как говорится, на дно. Если сильное течение – это поджать ноги по тебе, широко раздвинуть руки и попытаться все-таки позвать на помощь. Если все-таки нет никого рядом, кто может вам оказать помощь, необходимо спасти себя самим. Надо постараться аккуратно закинуть одну ногу, потом вторую, вылезти из-за лунки. Только вылазить надо в ту сторону, откуда вы шли. То есть там уже лед проверенный, соответственно, вы уже знаете, что, скорее всего, вы уже больше не провалитесь. Сейчас толщина льда на свияге составляет 10 сантиметров. Одного рыбака она еще выдержит, но несколько человек или тяжелую технику нет. Также стоит помнить, что ледяной покров коварен и безопасен далеко не везде, даже в разгар самой морозной зимы. Это место сброса теплых сточных вод и место большой растительности в воде.